Здравствуйте, Олег Борисович. Добрый день. Вопросы здравоохранения, они всегда актуальны, тем более нам есть сегодня о чем поговорить. Городская больница не стоит на месте, много достижений. Но начать наш разговор я предлагаю с вакцинации. В этом году подлежат вакцинации 6,5 тысяч детей и 8 тысяч взрослых. То есть всего 14,5 тысяч населения нашего города. Это больше, чем в прошлом году? Нет, цифра такая же. То есть если в процентном отношении, то это 42% населения города. И кого будут прививать в первую очередь? В первую очередь, естественно, прививаются декретные группы населения. Это медицинские работники, работники школ, детских дошкольных учреждений. Это часто болеющие жители наши, дети, естественно. Ну и работники предприятий общественного питания, все, кто контактирует много с населением. От чего еще можно привиться в городской больнице? Ну мы выполняем весь комплекс прививок, которые входят в национальный календарь прививок. Это дифтерия, столбняк, корь, гепатит B, гепатит A. От ветряной оспе сейчас введена прививка в национальный календарь. Кроме того, вот сейчас мы будем прививать детей совместно с пневмококковой инфекцией, с гемофильной инфекцией для профилактики заболеваний пневмониями. От полиомиелита всех детей прививаем. То есть достаточно обширная перечень прививочных мероприятий. Но от клещевого энцефалита мы также прививаем в предэпидемическом сезоне тех детей, которые выезжают в лагеря за пределы Ямал-Ницкого автономного округа в эндемичные по клещевому энцефалиту районы. А какие инфекции самые опасные? Вот сейчас, в сезон, от чего лучше привиться родителям? Как определиться или в учреждениях? Вы знаете, что у нас основная заболеваемость, конечно, это ОРВИ. И самое страшное из острых респираторных вирусных инфекций – это грипп. Который дает часто осложнения, такие как пневмония, дает осложнения на сердце в виде перикардитов, миокардитов. Дает осложнения и на головной мозг энцефалиты. Поэтому сейчас самая опасная инфекция – это, конечно же, грипп. Можно ли сегодня говорить о том, что люди стали больше уделять внимание своему здоровью? То есть, какова сейчас статистика вообще в целом заболеваний? По смертности именно это сердечно-сосудистые заболевания, это онкологические заболевания и дорожно-транспортные происшествия. В целом, по заболеваемости населения, конечно же, на первое место у нас выходят заболевания дыхательной системы. Ну, это острые респираторные вирусные заболевания и другие болезни. Много у нас заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Но тут вот у нас, опять же, среди детского населения лидирует это кариес. Он тоже относится к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. А много заболеваний, связанных с женской половой сферой. Вот. Ну, наверное, это основные типы заболеваний, которые у нас превалируют в городе. В целях профилактики, что делается в городской больнице, чтобы снизить количество вот этих заболеваний, которые вы назвали? Ну, вы знаете, что мы активно ведем диспансеризацию определенных групп взрослого населения. Вот в этом году у нас изменился приказ по диспансеризации, изменились возрастные категории, которые подлежат диспансеризации. То есть, вернее, изменился объем обследований для определенных возрастных групп. То есть, если раньше у нас диспансеризация была для взрослого населения один раз в три года, и у некоторых категорий один раз в два года, то сейчас после 40 лет все жители должны ежегодно проходить диспансеризацию. Поэтому объем, вернее, количество населения, проходящих диспансеризацию, у нас увеличилось. Вот, так как после 40 лет каждый год должны проходить люди диспансеризацию. Мы изменилась, как сама методика диспансеризации, добавились некоторые методы обследования. И, конечно же, диспансеризация дает свои плоды в плане того, что мы на ранних стадиях выявляем и онкологические заболевания, а выявление онкологических заболеваний на ранней стадии дает высокий процент выздоровления. Вот. И выявляем другие заболевания, и раньше начинаем их лечить. Вот. Но в этом году у нас подлежат диспансеризации порядка 7 тысяч жителей нашего города. Это взрослое население. Дети все возрасты проходят ежегодно диспансеризацию. Поэтому это у нас тоже на контроле. Вот постоянно всех детей мы тоже проводим через диспансеризацию. А вот в плане лечения новые методики какие-то использует городская больница? Что внедрено вот недавно? В плане лечения у нас очень активно работает наша хирургическая служба. Сейчас они расширяют спектр эндоскопических операций, то есть малоинвазивных, через небольшие разрезы, с помощью эндоскопических инструментов, то есть малотравматичных. У нас в хирургическом отделении внедрены операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. У нас выполняют такие операции, операции на кишечнике, аппендектомии мы сейчас делаем из небольших разрезов. Вот желчные пузыри, холецистектомии мы тоже удаляем через небольшие разрезы. То есть вот расширяется именно вот эта малоинвазивная хирургия. В травматологии у нас мы сейчас, вы знаете, что у нас приобретен рентгеновский аппарат, который называется С-дуга, который позволяет получать пространственное изображение костей и, соответственно, облегчает травматологические операции. То есть операции проводятся в операционной с использованием рентгенологического вот этого аппарата С-дуга. Это дает более точное сопоставление отломков при переломах, соответственно, более быстрое восстановление пациента. Мы расширяем нашу лабораторную службу. В этом году мы закупили оборудование и вот сейчас проводится ремонт в клинико-диагностической лаборатории. И мы хотим где-то в ноябре запустить ПЦР-лабораторию. То есть это новая методика, она основана на молекулярно-генетических исследованиях. То есть мы, это так называемая полимеразная цепная реакция, мы сможем на молекулярном уровне определять возбудителей заболевания. То есть даже по частичке его, по небольшим молекулам, мы можем более точно диагностировать тот инфекционный агент, который привел к заболеванию данного пациента. Сейчас вот уже мы вторым этапом проводим ремонт в лаборатории. Я думаю, что он в течение октября будет закончен. И в ноябре мы откроем ПЦР-лабораторию. Тем самым мы, во-первых, это будет обследование бесплатно для наших пациентов. Значит, и мы тем самым исключим поездки наших пациентов в город Ноябрьский, обращение вот в инвитро. Но это каким образом будет происходить? То есть человек приходит на прием к доктору и может сказать, я хочу пройти те-те-те исследования. Или врач сам будет, да? Естественно, это по назначению врача. То есть все назначения должен делать врач. Ну, естественно, должны быть показания для проведения этой методики. Кроме того, мы будем обследовать всю нашу донорскую кровь вот на выявлении. Тоже этим методом для выявления, значит, инфицирования крови, допустим, там, гепатитами, да, либо там вирусом ВИЧ-инфекцией, да. Это будет более точная диагностика, соответственно, гарантия безопасности донорской крови для наших пациентов, которые будут нуждаться в переливании крови. Насколько вот сегодня пациентам стало легче обращаться к врачам или как более комфортно находиться в учреждениях городской больницы? Я имею в виду, вот полностью изменилась организация работы регистратуры в городской поликлинике. Вот в этом направлении еще что-то запланировано сделать, если можно, расскажите. Мы сделали нашу регистратуру более удобной для наших маломобильных граждан, да, то есть можно подъехать на каталке, там уровень, так сказать, окошко регистратуры мы понизили специально для маломобильных наших граждан. Мы планируем электронную очередь и дальше расширять. Будут такие же вот эти вот электронные табло, они будут над каждым кабинетом врача. И, соответственно, уже получив талончик, пациент с этим талончиком будет уже идти дальше и до кабинета врача. То есть ему тоже в кабинете не надо будет там спрашивать, кто последний в очереди, его будут просто вызывать в кабинет по времени, когда врач уже, значит, освободится для его приема. Вот, кроме того, мы ввели колл-центр, вот, то есть у нас можно позвонить по телефону по федеральному и, соответственно, записаться на прием к любому специалисту. На следующий год у нас запланировано полностью, так скажем, ремонт детской поликлиники и взрослой поликлиники. Мы будем вот в рамках как раз этого проекта новая модель медицинской организации амбулаторной, мы будем полностью переделывать регистратуру в детской поликлинике. Это будет по типу открытой регистратуры. Значит, будет проведен ремонт текущий в поликлинике, увеличится количество посадочных мест для наших пациентов. В детской поликлинике будет организована игровая комната для наших маленьких детей, пациентов. Значит, будут сделаны таблички, которые с указателями специальными, которые будут наглядно показывать, куда обратиться для диспансеризации, куда подойти к врачу-хирургу. Эти таблички будут встречать уже наших пациентов, прямо, скажем, со входа, вот, и направлять их к тому или иному специалисту, либо в регистратуру. И, допустим, если это больной с инфекционной, будут делаться отдельные входы. И во взрослой поликлинике, и в детской поликлинике мы будем делать отдельные входы. То есть разделять потоки здоровых и больных пациентов. То есть на следующий год у нас запланирована такая достаточно большая работа по реорганизации поликлиника. А я правильно понимаю, что запись через колл-центр также можно, минуя регистратуру, записаться и в городскую стоматологию? Да. Вот колл-центр записывает и в женскую консультацию, и в стоматологическую поликлинику, во взрослую поликлинику, и в детскую поликлинику, во все поликлиники нашего города. По стоматологической поликлинике мы, конечно же, тоже проводили анализ вот этих утренних очередей. Опять же, что мы сделали? Мы, во-первых, провели анализ, сколько талонов каждый врач выкладывает в электронную регистратуру. Опять же, сделали так, что не менее 80% они выкладывают в электронную регистратуру. И сейчас мы вводим второго доктора в смотровой кабинет, чтобы смотровой кабинет работал в две смены. И, соответственно, любой пациент, пришедший в стоматологическую поликлинику, мог попасть в смотровой кабинет. То есть немедленно фактически врач ставит ему диагноз, либо дает талончик уже на дальнейший прием либо к хирургу, либо к стоматологу. Либо, если он обладает свободным временем, он может сам оказать помощь данному пациенту. Ну, а тем более, если это острая боль. Так что я думаю, что это снизит напряженность в плане очередей в стоматологическую поликлинику. Ну, раз есть очереди, значит, люди доверяют нашим докторам. Я думаю, да. Что еще положительного, нового ждать жителям города в ближайшее время? Какое развитие городская больница наметила себе? Вы знаете, что у нас реализуются национальные проекты. Вот и в рамках национальных проектов здравоохранения и демографии, а еще реализуются федеральные проекты. Их 8 проектов, которые касаются здравоохранения. Все они у нас будут реализовываться. В этом году мы получаем, уже заключили контракты, и получаем медицинское оборудование для детской поликлиники в рамках национального проекта детства. Значит, вот в следующем году будет реконструкция детской поликлиники. Тоже это в рамках национального проекта. В рамках национального проекта онкология мы планируем приобрести новый цифровой маммограф. Вот это будет либо в конце этого года, либо, значит, в следующем году в начале. То есть будет вестись закупка нового медицинского оборудования. Ультразвуковые аппараты экспертного класса. Мы тоже ожидаем поставки двух ультразвуковых аппаратов новых. То есть мы обновим парк нашей ультразвуковой техники. Ожидаем поступления автомобиля скорой помощи класса С. Это реанимобиль на базе автомобиля Форд. То есть торги уже проведены. Ожидаем поступления его в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова